ну что всем привет народ с вами маза здорово сейчас я это самое выключу камеру вот поехали сейчас я вам покажу свою игру и в которой я записал очень 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 толково все лучше получилось зеркало римляне римляне он пошла жара в хату смотрим и так покажу вам как я играю за римлян сразу скажу что ну нация по сути не с ним не сильно сложное в освоении наверное вот кто играет там французы да как правило все берут французов но вот я думаю что первым кого надо брать чтобы вот играть в эту игру это римлян ваше внимание обращу как развивается мой соперник как я развиваюсь и так заказывает соперник прилата до этого он заказал не так понимаю рабочего да скорее всего рабочего он заказал я же играю по стандарту два разведчика ну то есть 2 разведчика заказываю прилата и дальше рабочие 5 рабочих вначале на еду ставлю мельницу рядом с ягодным кустом и прилатом все это дело ускоряю 1 рабочего отправляю на золото начального остальных рабочих достраивают также к золоту 200 зал 200 голды набираю отправляю на мясо ну или на ягоды если не успеваю ставлю ахинскую часовню далее ахинская церковь там и соответственно вот как то так параллельно я вам сейчас еще что-нибудь расскажу полезное один разведчик у соперника потому он что-то вообще без добычи смотрите у него нету овцы у меня кстати по он тоже здесь нет не было овцы вот здесь то есть овца у нас где-то вот тут бегала скакала паслась да не мы видим что вот меня как видите за счет того что два разведчика и посмотрите какой результат 6 овцы и здесь у нас тоже 6 овцы 12 13 вот еще вот эту подцепить 14 очень много овцы у соперника пока 3 овцы всего я заранее как видите разведал вот эту территорию разведчиком здесь как правило внутри овцы можно получить ну и все не ожидал я что у соперника вообще будет отсутствовать захват овец здесь как видите я все овцу практически забрал ну и главное то есть будет зеркальный матч он не менее показательный здесь будет очень интересно поэтому заваривайте себе чай как я вот сижу с чаем отдыхаю сделал себе выходной у меня в среду как правило всегда выходной и я вот чисто для себя так чисто найти в развалочку решил записать вам видос вот потому что стримов было много у нас и а видосов последнее время что-то маловато ну вот как раз сейчас буду потихонечку выкладывать и те что еще не выложил вот остатки и уже новые как видите готовлю ну что 9 овцы и 7 и того 16 овец очень много очень большой результат надо сказать что соперникам всего добыто 3 3 овечки так получилось так получилось я не виноват и думаю че такой молодец да как то так далее здесь я буду сразу же моментами проматывать потому что здесь зона накопления на как правило мало интересно я сейчас закончу вступление будем потихонечку до акинская часовня пошла у нас от соперника я еще не привык вот к этим акинским часовням еще неправильно их устанавливаю не везде правильно устанавливаю да дальше смотрите что я делаю я ставлю лесопилку 5 рабочих то есть меня видите 10 рабочих на еде то есть 5 я сорвал золото сюда послал и здесь немножко я завтыкал надо было уже ставить ахинскую часовню а я вот тут в общем перемикрил с этими домами лесопилками ну и так далее еще как видите стал камень собирать потому что нужны и заборы и второй городской центр меня тут дело в том что если то есть я это делаю второй городской центр важно делать за священную римскую империю в том плане что если вдруг вы потерпите поражение там ну и от набегов то есть если набеги будут удачные у соперника да а как мы знаем римляне любят своими латниками набегать на ваших поселенцев то соответственно у вас должен быть план b вот меня план b это второй городской совет вы еще увидите этот момент прилата надо сажать в ахинскую часовню чтоб он бустил ускорял вот этим грейдом только для всех ускорял близлежащих рабочих ну и разведывает пока мне соперника сам он также достраивает ахинскую часовню но у него золото лес и и и и все пока камень он не собирает я камень собираю немножко еще не привыкал ко второму городскому центру вот как то так ну смотрим соперник ставит заставу он боится моих набегов я считаю что правильно делает вообще какой-то очень такой своего бы получился соперник поставил там заставу не стесни постеснялся и вообще нравится как здесь соперник оборонялся у него в базу с обороной по моему все очень хорошо я даже не знаю вот кто против него будет играть вот как вот против такого соперника играть в которого везде заставы никак ты его не пробьешь но я делаю упор час на лес потому что мне нужны производственные здания мне нужен второй городской центр мне нужны домики мне нужны после того как закончится мясо нужны пашни поэтому надо 10 10 крестьян на лес это минималочка минималочка 5 вообще никак под 10 15 нормально тема и здесь меня сделали звонок неудачный я отвлекся на звонок как обычно не потерял здесь рабочего поэтому здесь этот фраг не считается это я я не виноват так бы я конечно просто поставил бы рабочего ему который бы наблюдал здесь проход также я не наблюдаю воду соперник не делает рыбу я тоже не делаю рыбу она мне ну не нужно может быть стоило бы но я все-таки боюсь этих набегов ранних да ну и все как видите опять тут веса не хватает надо все таки по одному рабочему заставлять делать конюшни без прерыва от производства тем временем все у меня нормально грейды грейды так здесь мечу 555 и да пошел я собирать золото пошел собирать голду пошел забирать голду и первые всадники 8 садников стандартных смотрим кстати вот надо отметить что после того как вот налажена такая экономика типа 5 рабочих на золоте вот здесь 5 здесь 10 здесь 10 можно даже с двух городских центров поделать там 4 там 344 прилата наверное стоит сделать которые просто будут отхиливать вашу армию вообще на прилатах вы увидите здесь у меня многое завязано считаю что вообще надо развивать вот эту вот тему с медициной отхиливать войска то есть постоянно драться постоянно отхиливаться наносить сопернику урон то есть начале это покажется бесполезным но поверьте когда у вас будет много ресурсов а у соперника все ресурсы будут истрачены только потому что он не лечил свою армию вы поймете что в этом есть истина далее рецурэм берейт литара берейт и прогоняем разведку ничего разведчик не вынюхал параллельно у нас готовится умелые разведчики обязательно обязательно за римлян это очень важный апгрейт во второй эпохе конечно мне хотелось бы здесь поактивнее набеги делать но я увидел заставу здесь застава здесь застава уже набеги как таковые отменяется еще здесь застава то есть соперник подготовился по полной регенский собор очень быстро 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 развивается соперник поставил еще копейщиков ну и забрал я своего разведчика готовлюсь я к тому чтобы он стал умелым чтобы он добывал мясо скажешь неправильно в оленях я неправильно поставил продакшен продакшен отставить вот сюда на передовую вот эти боюсь боюсь такой так называемый сейф-вариант безопасный сейфти помните дима билан с анастейшей пели сейфти сейфти поэтому нападаем и посмотрите нет никого я никого не забрал кошмар что это такое а вот в этот момент нужны прилаты отхилил армию и заново отхилил заново тем более отхил он же ничего не стоит он бесплатный копейщики страшную ребята были с таким дрыном да ну естественно первым делом я глаз положил на мясо соперника надо бы надо бы пограбить когда играешь вот внутри игры в тебе все время кажется что ты отстаешь то есть такое ощущение что у соперника все намного лучше чем у тебя хотя у тебя по факту уже все отлично да по реликвиям конечно здесь я завтыкал 1 2 и и и и где еще одна третья блин надо было их забирать сразу выхожу я с разведчиками сразу мы понимаешь что могут перехватить надо отвлекать будет прикрываю увидел разведчика разведчик фразе все спалил не вовремя он тут скакал ну и соперник сейчас видимо пойдет меня прогонять у него 8 копейщиков это конечно это смерть для моих разведчиков одного оленя забыл вот от жадности посмотрите нет все таки одного я отправил отдельно ну и сопровождаю здесь я вижу что идет на перехват группировка копейщиков но я уже все мясо увел единственное не хочу им отдавать последнего разведчика столько я микро потратил микроконтроля я начинаю уводить копейщиков так я вижу что он обратно возвращается но я тут решил думаю дай-ка подожгу ему домики бум и посмотрите смотрите прилата прилата поймал за яйца а и прилат убежал все 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 нормально ушел соперник кстати вовремя среагировал и упустил упустил моего разведчика у меня по-прежнему 8 всадников все они молодцы никого я не потерял но и собственный соперник ничего не потерял у нас 10 но это понятно тот не считался итак производство минуту 420 390 по еде он меня обходит по еде по древесам я по золоту я ну и мясо мы добыли отлично теперь можно дальше вот этих парней забирать рогатых и в итоге у меня по мясу получается преимущество вот вам пожалуйста конюшни всегда конюшни строится за священную римскую империю конюшни можно добавить стрельбище однако все же я как правило я предпочитаю не сражаться с этими копейщиками во второй эпохи как правило ну бесполезно ну и 2 городской центр я поставил думаю на всякий случай там третья эпоха у соперника это значит что он может сейчас уже делать набеги поэтому случае если у меня там допустим пять-десять крестов уничтожит чтобы я как можно быстрее восстановился делаю я прилатов а соперник уже как видите идет на защиту реликвии и забирает уже первую реликвию и сейчас старую заберет относит ее в ригницкий собор ригницкий собор дает плюс 100 по 200 процентов золота в минуту то есть вы представляете у вас не грубо говоря сейчас у него не две реликвии а уже сколько сто шесть получается реликвии то есть это очень очень сильное сооружение дает неимоверный прирост по экономике и копейщики пошли в разведку заберут сейчас еще и близлежащую реликвию у меня кстати к этому моменту ничего не готово надо было вот этих ребят отправлять я не знал вот опять разведка меня подвела разведка пошла собирать мясо сейчас если б я напал а ну тут принципе у нее нормально все заложил еще нормально ну и давайте посмотрим по 54 у меня 28 у него опять вроде неплохо играл но экономика экономика не очень вот о чем я говорю ребят второй городской центр чем раньше поставили тем лучше ну и копейщики по-прежнему представляю для меня опасность я подвожу конницу для того чтобы сопроводить своих разведчиков с мясом добыли мясо теперь можно будет пожрать ну здесь посмотрите 6 прилатов готовы огогого вот вот смотрите смотрите момент сейчас сейчас очень важно 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 и здесь посмотрите я увидел прилата я уже понял что он глаз положил а раз забрали 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 и тут я знаю что есть еще вот этих копейщики есть копейщики прилата мы забрали отлично даже несмотря на то что у меня конница я не боюсь его копейщиков и вы сейчас поймете почему еще у меня строится латники теперь у меня сильная армия можно идти в драку латников вперед опять жадный прилат вражеский так мы уничтожаем прилата отлично раз и все 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 давай 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 драться одного всадника уничтожают но это всего лишь один всадника посмотрите что я делаю ухожу перегруппировалась атакую здесь уже можно до конца еще одного всадника потерял одного латника потерял но все теперь я защитил реликвии ценой трех юнитов и теперь смотрите вот если я сейчас пошел в контратаку этой армии то она скорее всего бы ну ей было бы очень больно она вся пробитая наполовину практически для того чтоб этого не было как видите у меня есть прилат и прилат очень быстро все это дело восстанавливают и происходит такой момент накопления то есть я подошел по дрался забрал его юнитов сам отхилился подошел подрался отхилился подошел по дрался отхилился при этом то есть делаю фраги у Соперник такое не делает. Тем временем ставится пристань. Запасная баллиста. Интересно. Боится, боится что-то. Ну и 72 рабочих. 33. Ну это вообще, конечно, разгром. Экономический разгром. Здесь соперник явно что-то пересрал. Я понимаю, понимаю. А, здесь видите, от волнения. То есть соперник тоже волновался. Построил донжон уже на базе. Я не могу, блядь. Но донжон на базе воткнул, блядь. Не, ну молодец, смотри, рыба. Вот это он обосрался знатно, блядь. А почему? А потому что, вот. Потому что раз и вот так вот. Не боясь ничего, пришли, блядь, латники вот эти римские. Надо, конечно, было идти в атаку. Я вот, честно говоря, не ожидал, что, блядь, его так мало будет. Сейчас, если бы я хотя бы 10 рабочих забрал, то все, я бы думал, он бы вышел. У меня же экономика цветет и пахнет. У меня все прекрасно, все благоухает. Здесь я зачем-то еще всадников сделал. Нахер, блядь, они нужны эти всадники уже. Их после второй эпохи делать вообще не надо. Да, ну и мясо, мясо, постоянно мясо добываем. Все, мясо мы все сожрали на карте. Теперь этих разведчиков можно самих на мясо отдавать. Такие вот, такие вот, такие нравы были в те времена. Я решил найти по теории щели дырочку. Нашел дырочку и понял, что, блядь, щель-то закрыта. Смотрите, застава. Думаю, ну нихера, блядь, он молодец. А тут под Манганелькой-то, да. Ой, под это, под Спрингальдом. Чего тут под Спрингальдом делать? Нечего тут делать под Спрингальдом. Встань и уйди, блядь. Смысла нету. Я не хочу терять свою армию. Это бестолковая драка. Тем более под таким количеством копейщиков. Тут еще и воин с самострелом. Я, блядь, его даже не увидел. Они как-то, знаете, эти воины с самострелом сливаются с копейщиками. А там копейщики уже, смотрите, какие, блядь, перекаченные. Шварценеггеры. Хера, блядь, там уже латы такие. Попробуй, подойди. Без ножек, без ручек тебя оставят. Тут я, тут я щупаю оборону соперника, понимая, что не тяну. Да, и смотрите, ни одного не потерял. Вот так вот. Подошел, проверил, думаю, как там вообще. А он, посмотрите, что делает. А он, падла, строит, строит каменные заставы. Еще постоянно вот эти юзы, это срочные ремонты. Ну, это же просто удаляй. Я, кстати, забываю все время, блядь. Блядь, но я тут понимаю, что я тут не тяну. Надо уходить. Да, да, да. Не, надо уходить. Не, 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 не. Надо уходить, а смысла нету. Даже если я сейчас разменяюсь, если он нормально сейчас с латниками параллельно бы забежал, то вот я знатно бы обосрался. Но тем не менее, как видите, поставил я стенку на всякий случай. Думаю, а мало ли он реально латницей у нас забежит. Инженерная мастерская. Тут надо промотать. Да, донжон. Это просто вообще ядерная штука такая. Вы посмотрите. И поехали. Я начал захватывать святыни, потому что, ну потому что, потому что я так думаю, ну а что, что тянуть кота за хер, блядь. Захватим святыни, и все будет хорошо. Тоже воины с самострелом у меня на всякий пожарный. Люблю я третью эпоху. Тут такие, ну уже фирменные войска. Надо было, конечно, уничтожить разведчика. Чего-то я испугался. Ну и готовлюсь. Готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь. А тут обратите внимание, пока я готовился, едет брендер. Вот представляете, сколько строит брендер. Брендер стоит 160 на 80. Но если он бомбанет, если он бомбанет, 400 урона. 400. Вот это не живет. Это не живет. Это не живет. Да и это тоже не живет. Вот это ничего не выживет, если он сейчас просто подъедет сюда и бубук сделает. Честно говоря, я в этот момент знатно обосрался. Но так меня еще никто не развлекал. Как в этой игре. Я себя чувствую уверенно. Первая святыня за мной. Строю каменную стену. Сейчас сюда можно поставить будет башню на каменную стену. И сидеть с этими башнями, встречать соперника, если вдруг он выйдет с этого прохода. В регенском соборе две реликвии. Больше мне не дали. Ну и потихонечку выхожу я в пашню. Закончилось мясо. Как видите, все надо успевать. Разведку сразу же поставил, думаю, на всякий случай. И камень. То есть все ресурсы я добываю. Все ресурсы добываю. Сразу же поставил на всякий случай два рудника. Автоматом рабочие перейдут сюда. То есть если не указывать им пассфандинг вот сюда, ну через команду, они автоматом вот сюда пойдут. Поэтому я сразу же поставил, думаю, мало ли забуду. Такое тоже бывает, когда много команд отдаешь, иногда что-то забываешь. Ну и сильное у меня войско. Мне остается только заказать манганель. Да, манганель. Остается как раз у меня 172 до лимита. Так. Ну и внимательно смотрю, потому что армия серьезная. Вот так. Я, конечно, когда увидел, что я самострелами забрал брандер, я думаю, если бы я сейчас подошел, то я бы, наверное, уже ГГ написал. Ну такой полу-ГГ было бы уже точно, потому что, по сути, все это весь мой экономический потенциал он одним брандером бы перекрыл. Ну это, конечно, было бы просто пипец. Ну молодец. Надо запомнить и в следующий раз тоже такие же вещи делать. То есть, видите, на водных картах надо вот такую грязь совершать. Боюсь я нападать, потому что, видите, испугался вот это войско. Жду контрмера в виде манганели. И пошли первые три манганельки. Четвертая, пятая. Леса мало. Вот леса мало собирал. Надо было больше рабочих строить. Тем более 2 ТЦ было. Два городских центра, точнее. Что это ТЦ? Вот услышал где-то ТЦ? Таун-центр. Ну и что это такое? Что-то по-русски разве? Так. Здесь я решил, центральный лес есть, потому что, если будут набеги со стороны соперника, чтобы он, грубо говоря, не пользовался этими лесами, полями, соперник строит донжон. Защищается. Защищает свой проход. Здесь он более-менее защитился. Хотя, в принципе, можно было бы эти стены поломать. Ну и собирает рыбу потихонечку. Блок шеф строит. Вот так вот. Представляете? Из воды, из суши будет нападать соперник. Что ж, у меня первые 3 манганели, ну и латница. Накопление, накопление, накопление. Ну и я иду в атаку потихонечку. Испугался, думаю. А вдруг там сейчас спрингальды приедут? Ну, тут блок шеф. Блок шеф проехал мимо четырех настенных башень. И получился... Дырка блок шеф. Продырявили корабль, кстати, весь побитый, чумазый, страшный. И прилаты постоянно рядом. Постоянно рядом прилаты. Им надо быть рядом, отхиливать армию. Армию я берегу, производство... И сейчас посмотрите, что происходит. Ну, просто уничтожение. Посмотрите, просто уничтожение. Надо отметить, что у соперника осталась последняя золотая жила. Последняя. Эту уже я контролирую. Эту я уже не отдам. Вот эту я тоже не отдам. Ну, постараюсь, по крайней мере, не отдать. Сам я уже выхожу. Тоже нормально. Извините, мне на минутку показалось, что, мне кажется, все-таки экономика была на моей стороне. И соперник строит городской совет. 90 рабочих у меня. И 49 у соперника. Не торопится, не торопится. Как видите, драку я не навязываю, потому что, по сути, карта состоит из двух коридоров. Раз коридор, ну и два коридора. Здесь редко кто-то заходит с этой стороны, и нет смысла здесь заходить, потому что, чтобы вернуться вот сюда, на базу, да, представьте, какой надо маршрут сделать. Очень большой. Я жду, пока соперник будет нападать. То есть, я выжидаю того момента, пока будет ошибаться соперник. А соперник не торопится ошибаться, его все устраивает. Он еще один брендер заказывает. Кстати, поставил пристань, прям поставил. И я захватываю святыню. Срываю рабочих с дерева. Сейчас буду строить стены, параллельно добывать дерево. Ну, а вот уже спрингальт башенный работает. Да, ну и привет, брендер. Тут я знатно обосрался, увидел, что брендер идет на меня. Думаю, что-то, блядь, попахивает большим бадабумом. Брендер, кстати, нормально так заехал. Никого он не ехал. У меня 7 манганелей. Все хорошо. Ну и я готов. Как видите, нерешительный соперник, но зато, смотрите, увидел там манганели и поставил копейщиков ветеранов в позицию шахматный строй. Ему это показалось мало, он постоил караку. Вот так вот. Сейчас он начнет меня долбать с этой караке. Очень креативно подошел к решению проблем соперника, но тем не менее тут уже две святыни. Цигель-цигель, ай-лю-лю. Я не знал, что у соперника так мало ресурсов. Мне показалось, что вот эти вот... ой, хорошо, ой, хорошо. Положил блокшир на дно реки и прогнал караку. Здесь уже очень сильно бьет соперник. Охренеть тут все эти характеристики. Чуть-чуть перемотаем. И я готовлюсь. Я ушел с прохода, мне не нравится, что соперник так, блядь, изнурительно меняет им, кораблями там топчет. Ну и так далее. Ну а соперник пошел на верхнюю святыну. Надо было, кстати, в этот момент идти на базу на него. Но видите, все в башнях, все в башнях. Вот так очень неудобно такого атаковать. Эти башни сильный урон наносят. То есть эти заставы наносят сильный урон и вы беспомощны будете. Даже латницы элитные вот эти. Единственный вариант это перейти в технологии. Да. Я выхожу в четвертую эпоху, ставлю эльцбахский дворец. Он выполняет роль донжона. Красивый какой. Поставил я его специально на этом проходе, потому что я понимаю, что, видимо, придется отвлекаться на святыню, а тут в любой момент соперник может подойти, сломать эту стену, а тут хоп, донжон. Какая-никакая, какое-никакое не препятствие. И карака. Какая сильная карака. О-о-о-о-о. Еще и две. Бумщука. 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 И поломал все мои манганели. Охренеть можно. Соперник нашел выход из ситуации. Отогнал меня с позиции. Ну, я понимаю, что, выйдя в эпоху, надо ставить... Надо делать бомбарды. Ну, и пошла армия у соперника в атаку. Я понимаю, что все, сейчас будет такое мочилово мощнейшее. Ну, и как видите, прилаты делают свое дело. Очень сильный выход. Подтягиваются войска у соперника. Флот. Инфантерия. Осадное орудие. И начинаются заставы. Смотрите, как застава аккуратно ставит соперник. Молодец. То есть, чтобы здесь дотекание не подходило, очень аккуратно так вот по краешку сейчас будет подходить. Бумщука. Попал. Прилаты все... Прилаты отремонтируют все. Выжимает, выжимает меня соперник, занимает хорошую позицию и подводит к Араку. Окружает меня кораблями. Я не выдерживаю, я не выдерживаю, мне надо сходить в атаку. Разведку боем надо провести обязательно. Ну, и латница. Римская латница. 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 Да, здесь у нас уже Карака. С верхнего фланга бьет, смотрите как. Очень сильно. Так, еще. Размениваемся, атакуем. Рассекли армию на две части. Бьем одну, бьем вторую. Нормально. Подходит он теперь третьей оставшейся армии, но не тут-то было. Все, всех побил. Теперь можно латницу спокойно восстановить. Подходит подкрепление. Можно отдавать уже Манганели, они свое дело сделали. У меня остались латники и воины с самострелом. Самое главное сохранить прилатов. Прилата выходит. Самострелы подходят. Воюем с самострелами. Отхиливаются у меня, отхиливают прилаты моих самострелов, ну и таким образом я одерживаю победу. Постоянное дотекание. Хорошие ресурсы как у моего соперника, так и у меня. Ну и бомбарды. Бомбарды срочно нужны. Главное не отдавать святыню. Тяжело будет пробить вот этих ребят. Не надо манганелику забирать, конечно. Прилатов можно будет пустить на дно, а прилатов тут 5 человек, то есть часть прилатов погибла. Неприятно, они дорогие. Как видите, я сразу же поставил грейдильни и раздаю грейды налево и направо. Сейчас вам покажу, где это. Вот, вот, вот. Поставил я уже огненные стрелы, поставил 4 кузницы, ну и спокойно крепая апгрейды. В этот момент у соперника только домики, одна грейдильня, его экономикой пока не позволяет тут особо шоковать. Швабский дворец, тоже четвертая эпоха у соперника. Он, видимо, только-только застроил. Ну и вышли бомбарды, забрали уже один корабль. Пустили на дно караку. А, нет, караку ушел, смотрите. Ушел. Ну и теперь можно бомбардами сломать вот этот вот плацдарм вражеский. Здесь, конечно, я заранее манганели вывел, две штучки. Думаю, мало ли сюда пойдут вот эти отчаянные парни. Посмотрите, как бьет вот эта застава. очень сильно бьет. Очень сильно. Надо было, конечно, мне тоже заставы делать, но я что-то было уже мне не давить. Ну и поехали. Разведка боем, и надо снести мне заставу, надо снести заставу. Подошел, отошел, видите, подошел, отошел, подошел, отошел. Не дерусь, не дерусь. Все, подошли у меня самострелы. Отлично, отлично, отлично. Бегаю, 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 развлекаю. Принимаю урон латницей, и сам тем временем, как видите, выдавливаю, выдавливаю соперника. Правильно. Здесь уже воины с самострелом, к ним уже никто не подойдет нормально. Ну и еще латники подходят. Постоянное дотекание, постоянное дотекание. 155 лимита у меня, 91 у соперника. Ну и надо донжон этот сбить. Сбил донжон. Забрал самострелами манганель. Кулевринерами, точнее. Не подходит у нас карака. Караку надо забирать. Здесь уже до конца надо драться. Здесь уже брань надо конкретную устраивать. Так, забираем одну караку. Бьет меня спрингальд. Ну ничего страшного. Сильно, сильно, сильно получал. Но как видите, за счет сильной экономики я благополучно восстанавливаю. Еще сломал, еще сломал. Подходит латник. Уже прокачанный латник, ну и сопернику ничего не остается, кроме как отступить. Здесь, как видите, соперник шел на меня в атаку, поэтому я принимал, я наносил больше урона своими пищами, своими кулевринерами. Соперник урон принимал, и учитывая тот факт, что его было маловато, он, конечно, даже несмотря на флот, здесь терпел поражение. Самое главное не торопиться. Постоянно, постоянно, постоянно дотекание. ресурсы сейчас, как мы видим, в порядке. У меня немножко не хватает еды. Надо бы, надо бы об этом позаботиться. Ну, вот здесь я, конечно, если бы я сейчас поставил стенку, надо было ставить здесь стену, хотя бы даже вот здесь стену надо было поставить, тогда бы я, конечно, эту святыню не отдал. Да, вот здесь, конечно, я завтыкал, надо было закрываться с двух сторон. Здесь буквально 40 секунд не хватило. 40 секунд, и я бы победил. Ну, ладно, на самом деле, сейчас я вам еще один момент прокомментирую. Вы сейчас должны это понять. Даже смотрите, вот ситуация, да, соперник выбивает вам святыню. Вы так много вложили, да, сил в это дело, в захват святынь. Ну, не сработал этот сценарий, да, вы его выключаете с головы, не надо за это драться там, это бессмысленно. Включайте следующий сценарий, да, какого у нас там по очереди. Здесь, как видите, я пытался продержать святыню, но таймер уже остановился. То есть, святыню надо было держать, когда она была полная. Вот. В следующий раз я буду прям такой стеной огораживать. Десятью стенками буду огораживать эту святыню. Вот. Сейчас бы, конечно, соперник не подошел бы к этой святыне, я бы победил. Поэтому, в целом, по святыням я продержался очень хорошо. Вот она, сильная экономика позволила мне что сделать. Немножечко где-то там не дожал, где-то здесь не дожал. Ну, ничего, это опыт. Карака опять себя обнаруживает. Сильно-сильно видите, какой урон. И пойду я охотиться теперь на эту караку. Снял соперник святыню. Ну и ладно, хрен с ним думаю. Ну и чё? Ну не получилось, не получилось. Теперь следующий сценарий, который я буду выбирать, это играть на уничтожение. Да, это, конечно, чуть подольше, но тем не менее. Остатки армии здесь, конечно, надо было чуть-чуть не успеваю. Слишком сильно ускоряется игра, 40-ая минута, ты уже начинаешь тупить. Здесь я ещё самострелов увидел, такие вот неприятные ребята. И решил я это войско выбить с этих позиций. Хотя, конечно, надо было, может быть, идти уже в нападение. Ну ладно. Затекание теперь мои кулибринеры отбивают. Ну и я гоняю вражеские корабли. Теперь я думаю, надо снести вот эту стену. Почему бы и нет? Две фактории, обе на центре. Конечно, на эту факторию идти не не вариант. Здесь меня уничтожат. Бомбарды ломают. Ну и соперник закрывается. Вот как надо было делать. Так же, как соперник. Перекрыться двумя стенками. Ну, мы еще, как говорится, мы не волшебники, мы только учимся. Как видите, нон-стопом я делаю прилатов. Обязательно в моей армии должны быть прилаты. Уже привыкаешь. Знаете, как к хорошему быстро привыкаешь? Раз тебе восстановили армию, поди хреново. Ну и я понимаю, что надо давить. Надо давить соперника. Сильно я его, конечно, измотал. Ну, тут чувствуется, что сильно. У меня 108 лимита. О, у него 108 лимита. У меня 151. Естественно, в любой момент я могу наделать еще осадных орудий. То есть, 200-200 я могу делать в любой момент. А вот соперник этого пока делать не может. Ну и, конечно, надо было бомбардами вот это все уничтожать. То есть, здесь держать, я не знаю, какой-то донжон построить. Пробовать здесь делать штурм. А вот они, башни. Вот они, башни. Смотрите, какой первый урон. Сейчас, вот смотрите, второй раз залп. Опа! И положил. Очень неприятно. Ты понимаешь, что там каждые пять секунд у тебя кладут юнита. Параллельно у нас работает кулеврин. Кулеврина. Две штуки обрабатывают мои бомбарды. Все, две кулеврины достаточно у вас в армию. То есть, вместо двух спрингаль две кулеврины. Ну, я понял, что меня здесь не пустят. Теперь соперник чувствует, что сила на его стороне. Он занял хорошую позицию, выбил меня со святыни, ну и держит он святыню. Ну и правильно делает. Заставы, как видите, себя окупают стопроцентно. Я надо тоже вообще вот эта механика с этими заставами мне нравится. Я думаю, надо как-то их активнее использовать. Ну и брендер. У меня же, в свою очередь, сильный продакшн. У меня есть все производственные здания. По пять, по десять штук некоторых. Ну и захватывает соперник. Здесь, как видите, я на две части поделился. Десять манганелей с кулевринерами и прилаты с всадниками. Всадники пошли. Но, посмотрите, как меня размотали. Очень сильно размотали. Забрали уже одного. Я понимаю, что этот донжон не пробью. Я его пытаюсь, ну, я просто решил разведку боем сделать и поскакал. Думаю, надо все проверить. Посмотреть, что у него есть, что у него нет. посмотрите, как ты бежишь просто и тебя кладут. По военным юнитам 211-190, счет, в принципе, более-менее ровный. Вот и все. Просто охренеть можно. Ну и надо уходить хоть чем осталось. Надо было как-то здесь драться. Вот так вот пробежался. Ладно, думаю, разведку боем сделал, все увидел, что надо было увидеть. Ну и 200-218. Чуть впереди я. на 10%. Зато сохранил 11 латников. Пожалуйста. А это на секундочку 1100 1400 еды, 1100 золота. А где такое взять? Много камня у меня. Могу позволить себе оборонительные сооружения. И рынки. Альтернативная экономика. Золото закончилось. Есть вот еще золотая жила, но вряд ли кто ее даст добывать. Про эту жилу я вообще забыл. Но тоже страшно было ее добывать, потому что ну кто кто бы дал так просто. Осталось здесь 8 золота. Очень много. Да, ну и начинаю я работать с рынком. Продавать, покупать, делать ставки. Делаю я торговцев. пошла альтернативная экономика. Ну и уничтожаю я параллельно своих посиденцев. Грейды выдаются активно почти. Ну как видите по ресурсам прям все впритык у нас. Молодец соперник надо сказать. Вот 55 у меня сейчас уже как видите экономических. 47 у него. Но у меня правда еще эти сейчас пойдут восстановлюсь. Я начинаю штурм его вот этой позиции. Я понимаю что если я его сейчас отсюда выбью хотя бы вот именно просто выбью то это будет урон. А самое главное это наносить урон. Поэтому наносим урон. Естественно соперник не выстоит против такого прессинга. Заборы ставит неважно. Ставлю альтернативно защищая святыни стеной. Дальность большая у башен. Самое главное их не надо наводить они автоматически стреляют. А вот теперь он почувствует гнев десяти Манганели. Раз и все. свои бешеный бешеный блять кабан завалили кабана. Кабан что-то блять взял короче никто его не трогал он взял свирепые падла. 145 голды приносит торговец больше ничего он не приносит у священной римской империи нету в этом плане никаких апгрейдов римляне просто добывают золото торгов торгашами. Требуши с противовесом отрабатывает по моим настенным башням. опять застроился соперник тяжело пробивать там по-моему 15 что-ли стоит эта стенка камня но блять это такое ощущение что она это как целый донжон ничего страшного ломаю ломаю я стенки сейчас сейчас самое главное здесь накопиться ну и начинается вот это вот в нескольких местах атаки атаки там атаки здесь и тут я замечаю это я по-моему должен был заметить эту ситуацию и посмотрите что делают 10 манганелей да сразу реагирую сейчас это будет сейчас вы увидите это просто жесть смотрите просто охренеть блять положила все охереть блять вот это просто впустую выброшенные деньги тем временем я ковыряю здесь позицию надо надо ее выбивать соперник зря делает только пехоту зато сколько здесь застав дохрена вот явно ты это ничего не пробьешь и подходит рабочий а тут манганели опа и всех положили ну и все я пошел в атаку я понимаю что сейчас я перебил кучу пехоты надо идти в атаку все пофигу платники начинают ломать манганели ломают бомбарды работают параллельно у нас карака ломает моих трогашей я же строю здесь еще башню на каменной стене думаю ну хрен с ним сейчас все равно мне там часть войска повыбивают здесь я сделаю бомбарды бомбарды мне еще пригодятся ну и параллельно выбиваем позицию соперника все все сломал плацдарм можно занимать святыню кстати без вот этого без ворот на каменной стене по-моему нельзя спуститься вниз вот этим ребятам то есть надо будет обязательно это сделать точно не помню но по-моему нельзя посмотрите как много карака делает здесь грязных дел 321-220 но все равно с двух с двух бортов наяривает и по продакшену и по торгашам молодец на самом деле это я поставил так для приличия то есть здесь я даже апгрейды никакие не давал я понимал что только латники только кулевринеры несут мне победу да здесь я начинаю делать ворота чтобы спуститься и ой дорогих кулевринеров подслил соперник мне приятно мне приятно они на секундочку не такие уж и не такие уж они действительно дешевые сейчас вам скажу сколько они стоят сейчас 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 что я туплю я у себя посмотрю да и все вот они 120 голды стоит один кулевринер а их вам 4 штуки сейчас завалил 480 голды нормально и общий счет 14000 у меня 11000 у соперников по военным юнитам я продолжаю терпеть здесь караки но мне надо чем-то ее прогонять соперник тем временем как видите решил меня обойти я здесь закрылся наглухо ну и я пошел его штурмовать то есть здесь башь на башь подошли мои бомбарды забрали соперник боится сюда подойти видимо думает что здесь манганели манганели здесь все он должен был убить здесь манганели я бы на его месте прям вот ну прям вот это все бы поломал не знаю выбил бы меня отсюда но тоже видите вот этот туман войны ничего нихера не видно ничего не понятно тем не менее я перезвоню я как всегда перезвоню итак 3000 у него дерево 1500 уже что-то он там видно заказал то есть мы видим что все нормально все нормально есть у него возможность штурмовать сделали дырочку эту дырочку мне будет на пользу сейчас посмотрите раз два три ну и требуше с противовесом мы ломаем раз почти здесь пытается сломать соперник щель по теории щели пытается сделать дырочку ну и я выхожу кулевринеры всадники манганели ну тут-то было донжон все это защищает охренеть можно пожалуйста посмотрите сколько сейчас я сохранил себе ресурсы ухожу я латниками на другой фланг на центр ну а кулевринеры с прилатами и манганелями остаются штурмовать позиции кулевринеры хорошо обрабатывают манганели одно манганель второй манганель очень много у меня прилатов 19 прилатов хренские пусть будут да здесь кулеврина подходит вот неприятная штука такая блин можно найти ее тоже контры какие же кулевринеры мощные опа нормально параллельно соперник выходит вот это я понимаю вот это я понимаю штурм шесть таранов шесть таранов нету золота даешь тараны все правильно надежда умирает последняя соперник прорывается на позиции на центре здесь правда нихера никого нет вот эти полуизохлые торгаши и моя лакница параллельно я штурмую продакшн соперника вывожу я соперника под вот эти башни ну видите не получается прям так как должно получаться соперник почему-то бегает пытается убежать от меня зачем не знаю ему надо конечно меня атаковать о вот теперь надо ему драться драться зачем он убегает а под карак у меня подводит молодец параллельно надо заказывать ломаю 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 продакшн сопернику успеваю я в одном месте и в другом все контролировать и карака застрял платники забрали карак у меня очень много ресурсов несмотря на фаритет по еде я решил отойти нам по-моему очень мудрое решение здесь я долго вот это все дело ковырял а так я думаю что отвлек армию и самое главное святыню сохранил здесь останется только восстановить стены ну и все полным ходом у меня идет торговля как видите я построил по-моему там штук 30 35 13 15 20 да но тут где-то 35 штук надо вообще надо где-то 50 штук нормально будет ну и у меня 200 200 у соперника 83 у меня 200 200 будет постоянно как видите я экономически опережаю соперника готов я опять драться куреврина ой хорош размен такой один в один ну что ж а вот и вот и все практически штурмовать вот эту базу очень тяжело играть надо было конечно здесь по святыням это однозначно больше у соперников ну в принципе уже практически не остается никаких мер и он он сейчас увидите он до конца боролся до конца молодец ну что брендер мы уничтожим хорош подорвали брендер теперь эту дырочку я использую для того чтобы контрить его и здесь посмотрите как хитро сделал инженерные мастерские поставил соперник очень интересно пять бомбард где-то там прилаты мои вот они идут прилаты часть прилатов я снял сверху часть оставил восстанавливаю стены ну и дальше буду защищаться соперника почти ничего не остается никак он не может это восстановить и он предполагает что сейчас прилатом он заберет моих латников он вытаскивает вывозит реликвию вы представляете до чего он дошел вывозит реликвию специально сейчас спрячет ее в лес и будет ждать пока я на него буду нападать я это все дело увидел я так подумал ой хорош еще одну еще одну посудину завалил пришла Алиса уже жрать хочет кошка Алиса тоже уже с утеплением ждет пока мы победим ну и сломали дырочку дырочку сделали и римляне в последний бой пошли так так очень интересно но сорок четыре латника и семь прилатов я поломал бомбарды ломаем караку ломаем этих ломаем тех всех ломаем ну и последний бой да 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 все молодец одного торгаша забрал молодец все правильно сделал уже подходят бомбарды и все и один залп по прилату и он и он лег ггбп вот такая игра за священную римскую империю как видите в зеркальном матче я достаточно уверенно справился с соперником по крайней мере уже даже на это смотреть более-менее приятно но мы развиваемся мы развиваемся и по святыням я побеждаю классно играешь в мпс 4 увидимся с вами в следующем видео